Канализационная станция В рамках этих поручений Андрея Юрьевича порядка 9 тысяч метров 400-го канализационного коллектора и более 2 тысяч метров 630-го футляра. Но проложить трубы полдела в непосредственной близости от очистных сооружений строительная площадка. Сейчас проект КНС проходит экспертизу. Именно на этом месте будет построена канализационная станция мощностью 2500 кубометров. Если мы обратим внимание, уже подрядчик разворачивается. Строительство КНС должно быть закончено к концу третьего квартала. Соответственно, до конца 2019 года она должна быть пущена в эксплуатацию. Как только канализационная насосная станция заработает, необходимость в существовании этих шатров отпадет. Жителям окрестных домов недолго осталось видеть из своих окон старые очистные сооружения. После того, как новая КНС будет построена, эти здания планируется наконец-то демонтировать. После пуска КНС выбросы в реку Купеленку полностью прекратятся, чего очень ждут местные жители. Невозможно сойти к речке, погулять. Очень хочется погулять по набережной. Там очень здорово. И рыбку мы ловим там зимой тоже. И, конечно, хотелось и летом дышать хорошим воздухом от речки. Мы очень рады, что будет наконец-таки нормальная канализация. У въезда в новый микрорайон кипит работа. Мало проложить трубы. В нескольких точках на протяжении всего коллектора необходимо построить специальные сооружения для его обслуживания и бесперебойного функционирования. Здесь происходят работы по завершению напорной камеры. В частности, здесь расположена вторая напорная камера. Всего таких камер на напорном коллекторе на самом деле их семь. Все проблемные микрорайоны городского поселения Горки-Ленинский, а также микрорайон Завидные города Видного будут иметь централизованную канализацию с последующей транспортировкой канализационных стоков на очистные сооружения в городе Москва. Еще одна больная точка – микрорайон Завидный. Здесь также в скором времени пройдут масштабные изменения. Одноименное название имеют эти очистные сооружения мощностью в 3000 кубометров. Они тоже проблемные. И в рамках поручения губернатора Андреевича Урабьева они также должны быть снесены, собственно говоря, и на этом месте должна быть построена канализационно-насосная станция. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области выдал положительное заключение на план земельного участка под строительство канализационно-насосной станции Завидные. Ранее администрация уже дважды подавала заявку главархитектуру на разрешение начать проектирование, но ответ был отрицательный. Трудности с реализацией проекта заключались в том, что на этом участке земли планировалось размещение части трассы Солнцево-Бутово-Видное. Но проект немножко изменили, и строительство КНС стало возможным. В Видном на Старонагорной улице год назад возвели новую канализационно-насосную станцию. Управление современным оборудованием осуществляется с помощью компьютеров. Мониторинг общей ситуации, то есть все задвижки, которые ставят зеленый-синий насос, непосредственно какой работает, газоанализаторы два. Запас мощности у новой КНС солидный и рассчитан не только на присоединение существующих микрорайонов, но и на перспективу. Мы сейчас находимся на территории нашей городской канализационно-насосной станции общим объемом, общей мощностью в 40 тысяч кубометров. Сюда стекаются все стоки. В том числе сюда будут стекаться и те стоки с проблемных микрорайонов с двух КНС. Отсюда, соответственно, дальше идет по двум коллекторам 800-го и 900-го диаметра на Курьяновские очистные сооружения города Москва. Таким образом, в течение года проблемы с очистными сооружениями в Ленинском районе будут решены полностью. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.